всем привет дорогие друзья в эфире rain game studio у нас очередное видео из цикла пошаговая боевка в unity но сегодня ничего прям супер сверхъестественного не покажу очень сильно затянул процесс выхода новых роликов и понял что если будут доводить сюда какой-то более жирной запятой то затяну еще сильнее поэтому посмотрим сегодня буквально там на пару нюансов это будет первая часть посвящена интерфейсу то есть у нас будет вывод персонажей наших на экран список участников а у нас будет кнопочка для завершения хода и собственно и все и переключение между текущими персонажами то есть давайте посмотрим на конечный результат что он из себя представляет скорее всего без сейчас опять пожрет fps но я так еще не придумал чем его заменить поэтому fps нам сейчас не особо важно то есть мы подбегаем попадаем в зону видимости этого куба начинается бой соответственно вот у нас отображается весь список персонажей спустя 5 секунд нпс прекращает свой ход и сейчас ход мой то есть ход моего персонажа я могу его закончить его заканчиваю ход передается дальше и так каждый из этих персонажей буквально по 5 секунд будет его ждать и в конце концов вернется опять все к нашему рыцарю и на этом собственно и все как вся эта хрень работает то есть у нас есть если мы вот так вот возьмем сюда поместим нашу комбат зону у нас здесь есть дочерний канвас который чисто будет отвечать только за интерфейс именно боевой сцены есть кнопка есть панелька панелька с grid layout панелька с grid layout и здесь есть скриптец который отвечает за отображение собственно всей этой фигни он наследует но не наследует точнее у него есть два элемента это иконка того как оно будет отображаться вот здесь вот то есть там видели морда рыцаря и надпись того кто это и нас интересует контроллер комбо зоны то есть скрипт контроллера вот этот вот зачем нам это нужно давайте посмотрим зачем нам это может быть нужно нужно нам это вот зачем то есть у нас когда загружается объект он подписывается сразу на события того что боевая сцена готова во первых во вторых на то что изменился текущий активный персонаж в бою соответственно когда сцена готова мы проходимся по всем персонажам в боевой зоне они там уже отсортированы к этому моменту будут и просто отрисовываем и просто отрисовываем их здесь есть еще дополнительный контроллер именно combat member icon контроллер он по совести ничего не делает он просто делает аутлайн отрисовочку он делает просто отрисовочку вокруг рамочки персонажа что этот персонаж сейчас активным и плюс рисует имя персонажу поверх его лица сейчас туда передается просто имя геймобжекта просто в качестве тестов больше там в принципе ничего интересного нету сейчас по умолчанию сначала всем выдается с этой фоллс и потом срабатывает событие change member это когда первый игрок вступает в силу и и сразу же мы соответственно делаем того кто был последним активным неактивным если такой таковой был вообще если такого не было то как бы это условие пропускается мимо соответственно делаем того кто сейчас активным рисуем красивую иконочку и запоминаем и запоминаем его индекс собственно и все что тут происходит тогда у нас происходит событие из change member но происходит у нас во время смены шага то есть во-первых first step и здесь мы вызываем current step а во-вторых next step соответственно здесь мы тоже будем вызывать current step но он уже к этому моменту изменится тут в принципе ничего сверхъестественного здесь у нас идет подписка на события текущего персонажа что он собирается изменить свое состояние а прежде чем это случится то есть вот у нас next step происходит где вызов прежде чем это случится у нас идет отписка от событий предыдущего персонажа то есть мы сначала отписываемся чтобы уже не знать что там у того товарища происходит потом подписываемся здесь чтобы знать что у него происходит собственно именно через вот это вот самое событие change sap state change мы и управляем окончанием хода по нажатию вот на эту кнопочку то есть когда мы нажимаем на эту кнопочку скрипте с который управляет этой кнопочкой сейчас давайте посмотрим как это происходит вот у нас есть значит end of turn функция в combat ui контроллере вот здесь значит у нас должен быть combat ui контроллер вот он и здесь есть end of turn и соответственно мы берем текущего персонажа и говорим хватит конец твоего хода в конец моего хода мы просто меняем состояние говорим что current sub state равно а собственно изменение этого самого свойства и вызывает события соответственно все кто на него подписаны все об этом узнают что у персонажа изменилось его состояние то есть так как только как только мы говорим игре что нужно изменить состояние нашего персонажа и больше не он ходит то есть он говорит что все сейчас не мой ход то соответственно интерфейс узнает об этом и перерисовывается вообще в идеале конечно я хотел сделать так чтобы они именно здесь пересортировались чтобы они именно пересортировались когда о как интересно не все персонажи вошли забавно а потому что я одного удалил а чтобы они именно пересортировались когда происходит смена персонажа но пока что не придумал как это красиво отрисовать хочу чтобы они именно прям перелетали так как в карточных играх типа hardstone там или гвинт но не знаю как это реализовать малой кровью писать костыль или велосипед пока не хочется думаю что разберусь чуть позже если у вас есть идеи пишите в комментариях с удовольствием почитаю что интересного вы расскажете собственно вот и все на данный момент пока что все следующим этапом который я хотел бы реализовать было бы непосредственно уже выполнение каких-то действий во время хода то есть помимо кнопки закончить ход здесь будет еще отображаться количество активных шагов которые может выполнить персонаж соответственно сколько шагов потратится на какое действие там на ходьбу по игровой зоне на может быть там выполнение каких-то скиллов а так не знаю я вряд ли дойду до атак прям уже в следующий к следующему видео но по крайней мере ходьбу реализую и уже подсчет того сколько персонаж сможет пройти точно отображение траектории по которой он пойдет такие вещи и еще вот здесь у меня уже тоже есть подготовлено кошечка планирую выводить журнал боевых действий того что будет собственно водится вот здесь логи будут то есть все действия которые кто бы то ни было выполнял будут сюда выводиться пока все пока вот такой план так уж получается что не вы не получается выпускать видео чаще быстрее но я надеюсь что я справлюсь с этой задачей и все у нас с вами будет зашибись а пока пишите комментарии все что думаете может быть у вас есть какие-то идеи предложения все пишите ну и все наверное да все всем спасибо за просмотр всем пока а